Уважаемые телезрители, я вам представляю Ольгу Александровну Плотникову, заместителя руководителя по экспертной работе Главного бюро медико-социальной экспертизы по Пермскому краю. Добрый вечер. Добрый вечер, Светлана. Мы назвали нашу тему как новая при установлении инвалидности медико-социальной экспертизой. Так вот надо сказать, что, конечно, новая это весьма условно. В 2015 году была введена процентовка. Но, тем не менее, и сейчас изменения все время какие-то происходят. Вот о чем идет речь? Давайте поясним нашим телезрителям, которые с этим никогда не сталкивались. На самом деле условия признания граждан инвалидами остались те же. Новое содержится в том, что впервые с декабря 2014 года введены классификации критерий, которые содержат количественную оценку степени выраженности функциональных нарушений при тех или иных заболеваниях, патологических состояниях, с описанием характеристик этого заболевания. И эта количественная оценка проводится в процентах от 10 до 100 с интервалом в 10%. То есть для чего это сделано? Во-первых, чтобы те, кто направляет людей на МСЭ, это медицинские организации, могли сориентироваться, насколько стоит или не стоит направлять того или иного пациента. Во-вторых, это все-таки позволяет снизить, минимизировать субъективный фактор установления инвалидности непосредственно учреждениям. И в-третьих, это позволяет более доступно объяснить гражданам, почему принято именно такое решение, а не другое. Потому что речь об инвалидности можно вести в том случае, когда степень выраженности функциональных нарушений от 40% и выше. Но вот от 10 до 30 даже не присваивается инвалидность? Да, это расценивается как незначительные функциональные нарушения. Это не значит, что человек здоров, но при этом он не инвалид. Поскольку не любое заболевание, даже такое серьезное, как в обиходе говорят, инфаркт миокарда, инсульт, даже онкология, это далеко не всегда безусловное установление инвалидности. Ну, наверное, те, кто сталкивались с этими серьезными заболеваниями, вряд ли с вами согласятся, но такой закон, да? Да. Часто медико-социальные экспертизы, ну, во всяком случае, я сталкивалась с таким мнением, обвиняют в том, что перед вами поставлена задача, как можно меньше людей выводить на инвалидность, чтобы сэкономить бюджетные средства. Вы вообще заинтересованы в том, чтобы людей, ну, скажем так, не выводить на инвалидность? На самом деле это миф. У нас в учреждении и по всем учреждениям Российской Федерации никаких указаний свыше не поступало. Мы действуем в рамках действующего законодательства существующего. И вот нужно сказать, что критерии установления инвалидности, которые вот вступили в силу в декабре 2014 года, и начиная с этого времени нашими учреждениями, собственно говоря, всеми учреждениями по субъектам Российской Федерации ведется мониторинг применения этих критериев. То есть на вас возложена такая обязанность? На нас возложена обязанность отслеживать, насколько изменилось состояние инвалидности, и если есть какие-то негативные последствия для граждан, то в законодательстве делаются определенные поправки. Если можно, поясните мне на примере, вот что вы отмониторили, да, и от вашего мнения какой-то позитивный сдвиг был достигнут? Нужно сказать, что первый документ, который ввел вот эти критерии, он был практически не адаптирован к детскому возрасту. То есть отсутствовала патология в детском возрасте, и, собственно говоря, критерии установления как для детей, так и для взрослых были одинаковы. На самом же деле у детей течение одних и тех же заболеваний несколько имеет разный характер. Но об этом знает любой педиатр. Но это знают, в общем-то, да, действительно все. Поэтому, собирая вот информацию, выяснили, что необходимо адаптировать документ к детскому возрасту. И вот уже начиная с февраля 2016 года, документ был приведен в соответствие, были введены такие патологии, как сахарный диабет у детей, другие инсулинозависимый сахарный диабет у детей, другие врожденные аномалии развития, врожденные патологии, которые встречаются у детей. Также для взрослых был введен целый большой раздел таких, как церебровоскулярные болезни. То есть документ живой, он может претерпевать изменения, если видно, что он как-то негативно сказывается на... На здоровье и на людях, да? Да. Я так понимаю, что ведь присвоение инвалидности, это ведь не только, скажем так, пенсия по инвалидности, это еще и средства реабилитации, абилитации. То есть это целый комплекс различных мер, которые призваны помочь человеку либо восстановиться, либо приобрести какие-то иные навыки, которыми он никогда не обладал. Правильно я понимаю? Да, правильно. Когда мы устанавливаем инвалидность, мы одновременно гражданину, взрослому или ребенку, разрабатываем индивидуальную программу реабилитации и реабилитации. Новая форма этого документа также введена в действие с 1 января 2016 года. Эта программа включает в себя много разделов, таких как медицинская реабилитация, социальная, профессиональная. Насколько минутка. Да. И, в общем-то, разрабатывая эту программу, учитывая те ограничения жизнедеятельности, мы прописываем в том числе и технические средства реабилитации, которые показаны тому или иному инвалиду. Ну, я так правильно понимаю, что если вот сейчас какому-то гражданину, его лечащий врач советует обратиться в медико-социальную экспертизу для установления инвалидности, ему не нужно ничего бояться, ему не нужно думать о том, что его будут отфутболивать. Вы будете подходить объективно благодаря вот этому документу, который по процентам сейчас позволяет буквально до градуса высчитывать все. Естественно, совета здесь мало. Лечебное учреждение направляет гражданина, либо отказывает ему в направлении. Тогда он может обратиться к нам самостоятельно. Мы всегда готовы дать разъяснение по всем вопросам. Спасибо вам большое. Еще раз, уважаемые телезрители, я вам напомню, у нас в гостях была Ольга Александровна Плотникова, заместитель руководителя по экспертной работе Главного бюро медико-социальной экспертизы по Пермскому краю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова